Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Крым! Крым! Село Танковое называется. Под Бахчисараем. А вот смотрите памятник, сейчас я вам покажу. Смотрите какой замечательный памятник. Камень такой. Читаем. Здесь у деревни Биюк-Сюерень, ныне село Танковое, в период Крымской войны в 1854-1856 годах размещались части русской армии. Весной 1855 года сюда для формирования взвода горной артиллерии прибыл подпоручик Лев Николаевич Толстой, участник обороны Севастополя. Будущий великий русский писатель. Вот мы стоим сегодня. 349 лет. Что это? 349 лет. Не знаю. Кто-то положил веночки. Здесь чтут великого русского писателя, Льва Николаевича Толстого. Вот это село Танковое. Сегодня 19 декабря, января вернее, января 2011 года. 2011 года. Смотрите какой простор. А вот здесь, вот в этом направлении, дорога ведет на Куйбышево, на Соколино и на перевал на Айпетри. И ты окажешься над Ялтой. И там сейчас снег, лыжи, сноуборды, санки. Абсолютно зимний курорт. Выше головы снег, шашлыки, пельмени. Короче говоря, жизнь бурлит, бизнес разворачивается. А вот посмотрите какой-то бизнесмен. Наверняка татарский, крымский татарин. Какой-то крутой. Ставит на таком замечательном, красивом месте. Ставит. Что вы думаете? Конечно же заведение. Вот теперь подумайте. Заведение общественного питания. Ресторан, чтобы здесь люди могли сидеть. И с высоты смотреть вот на эту открывающуюся картину. Какая потрясающая перспектива. Сейчас такой туманный день. А представляете, что здесь летом. Представляете, сколько здесь туристов. А если здесь еще будут вкусные чебуреки. То возможно через пару-тройку лет все вложения начнут и возвращаться. А теперь подумайте. Сколько стоит вот это все построить? Сколько стоит вот это все оборудовать? Сколько стоит вот это все договориться, чтобы вот это все заработалось с властями? Сколько стоит наполнить всеми оборудованием. Там всякими причиндалами необходимыми для того. Потом нанять персонал. Этот персонал должен быть, должен быть, ну вы поняли. Пройти медицинскую комиссию, всякие разные дела. И потом начать здесь готовить. А потом это все отладить. Боже, вы не представляете, сколько бабла, извиняюсь за грубость, но по-другому сильнее не скажешь. Надо влить, чтобы потом, когда-нибудь давно, потом, если все сложится удачно, если не сожгут компаньоны, если не замочат конкуренты, компаньоны-конкуренты, если не произойдет что-то непредвидение, если власть не сменится, если революция не наступит. Если, 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 то в принципе человек будет зарабатывать деньги. Но не сразу. Не сразу. Ему надо запустить эту машину, эту систему. Ему нужно вложить кучу денег. Ему каждый день здесь надо быть. Иначе все разворуют, украдут, растащат. Если дисциплины и порядка не будет, все, кирдык бизнесу. Вдумайтесь, это не сто, и не двести долларов, и не тысяча, и не пять, и не десять тысяч долларов. Это гораздо больше. Гораздо больше. Тут даже собака нужна. Тут там, бог о боже, вы не представляете, что здесь надо. И какой шикарный наш бизнес. Взял на тысячу, на две, на три тысячи долларов бизнес себе в интернете. Серьез. И больше никаких вложений. И начал рубить деньги. Только делай то, что требуется. Только работай, только работай. Только имей страстное желание, чтобы хватило энергии. Учись. Учись, действуй. Заряжайся энергией. Как заряжаться, я вам буду рассказывать. Все, удачи. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Сравните наш бизнес с сетевой. Невероятный, потрясающий. И вот это вот.